Белорусская жанучая Байдарка-Чатьверка и Вольха Худенко финишовали першими у своем попереднем заезде. Финал отбудется завтра в пачаток у 15.47 по белорусским часе. На передодни яше один медалью с карбонку белорусской команды добавила Мария Мамашук. 23-годовая урадженка поселка Зябра у Кагомельского района стала владальницей Сребра у спаборництвах по боротьбе. С гэтым досягнением ее повиншовали президент Белоруссии Александр Лукашенко и старшиня гомельского облаканкама Владимир Дворник. Абтым, як болели за олимпийскую медалистку, наступный сюжет. Усе супрацовники с Дюшар первичной организации гомельского вагонобудовнишого завода напередать неуважливо сочили за олимпийскими спаборництвами по боротьбе. На диван выходила выхованка спортшколы Мария Мамашук. И оправдала усе надеи, поднявшись на пиды стал гонору. Дарыши свой олимпийский выбор Мария зарабила на корысть с Дюшар, где рабила першые кроки у спорте. Так что президентский спортивный клуб пероличит 10 тысяч рублей до помощи на рахунок спортшколы. Гэты сродки накируют на умоцывание материально-техничной базы. Будем как-то, наверное, обсуждать это на тренерском совете, присутствие ее тренера первого, Бабея Петропавловича, нашего заслуженного тренера отделения. Ну и потом решать быстрее всего, что в преддверии начала учебного года это будет что-то связано с приобретениями. На шляху до финала своей первой у жития олимпиады Мария спочатку перемогла Катярынула района у Казахстана. Потом шведку Катарыну Йоханссон и американку Алену Пирожкову. А вось уголовной схватцы аргументов супрать японки Рысаки Кавая белоруска не знайшла. Гэтая поражение первое для мамашуку в 2016 году, не особливо крыудное. Тембольш, калю у тебя характер чемпиона и ехал на гуль не только за золотом. Первый тренер Марии Петр Бабей каже, что одразу зауважу у ее и гэтую якость. Да и сама Дяутшинка уже на початку своих занятков боротьбой ставила перед собой самые высокие меты. И на первую в своем житии олимпиаду я наехала выключено за золотом. И, мабуть, тому на пьедестале у Реа яна была такой сумной. Головный болельщик Марии, мать Валентина Ивановна так само подтвердила, что Дашка ехала у Реа только за медалем высшейшей спробы. Мать из початку не зауважала за Дашкой таких чемпионских задатков. Нават была супраць, каб Дашка займалася боротьбой. Не жанучы гэта вид спорту. Але пасля размовы с тренерам дала дазвол. И не прогадала. За свою спортивную карьеру Мария завоевала медалеву дипломов стольки, что тяжко педлечить. Восе олимпийская узнагорода. Спадяемся, что не опошняя. Гэта зараз радость. Виншаванне на праце, шматликие телефонные звонки и увага сбоку журналистов. До гэтага были хваляванне за Дашку. Пакуль Мария летела до Реа, потом, кальяна, выходила на диван. Мы все собрались в деревню на даче с подругами и смотрели. Все волновались, все плакали. Плакали все. Первая схватка – плачет. Звонит. Директор мне позвонил. Тоже волновался, переживал. Валентина говорит, вторую выиграла. Я сначала не посмотрела, а потом третью схватку посмотрела. Ой, и сама тоже вместе с ними платки побрали, ревели, конечно, очень переживали за нее. Погода рыть с Мареей у Валентины Ивановны пакуль не отрымалась. Мать и с дачкой только обмениваются смс-поведомлениями. Наговора цаяны завтра, коли Марея прилететь с Бразилии. После олимпийских выпробований у сребранная призерка планует грунтовно отпадшить. Не отпадшивать она будет дома. Олимпийский медаль Марея Мамашук стал первым в истории белорусской жаночной бородьбы. Ихай он пакуль не самой высокой вартости. Усе ровно это серьезное досягнение. А золото ясно напереде. Но это верится сама Марея и ее тренеры. И спадяемся все белорусские болельщики. Максим Савин, Михаил Рабков, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня у Рогачеве отбылось опошнее посяжение Национального организационного комитета по подрыхтовцей проведении Дня белорусской письменности. Основные мероприемства свята отбудутся у райцентры 4-го вересня. И до этого часу необходимо вырешить опошнее организационное питание. С ходом работ и распрацеванной программой ознайомился Алексин Серов. Таких масштабных работ у Рогачеве не было уже давно. Ремонт дорог, доброго упорядкования территорий, реконструкция будинков, комплексный подход дозволил выполнить практически все запланованные мероприемства. На сегодняшний день готовность объектов складает 90-98%. До первого вересня у всей работы повинны быть завершены полностью. Мы предыдущие заседания Организационного комитета выездное проводили в городе Рогачеве в мае месяце. Сегодня это совершенно иной город. Здесь обновлены фасады, приняты решения по объектам социально-культурного назначения. В общем-то город преобразился до неузнаваемости. Гастей необходимо сустракать во утольном и чистом доме. Гэтую истину у Рогачеве добра разумеют, а тому им кнутся зарабить свято с оправдой запоминальным. Кожную суботу тут проходит огульный суботник. А прачатого местовое предприемство и организация накеровывает своих работников на допомогу рамотным и коммунальным службам. Ясчеден способ удела у проводимых работах. Оказание спонсорской допомоги для набыця так же фарбов, древ для озеленения и невеликих архитектурных формов. Масштабные работы створают часовые складанности, а не усе разумеют, гэта рубится для города и местовых жахаров. Одновременно надо было коммуникации менять, улицу расширать, асфальтировать, перестраивать и красить. Но надо сказать, что все отнестись с пониманием. И все уже улыбаются и довольны, видят даже по тем участкам, где уже все сделано, видят, что будет еще лучше, в конечном итоге будет город наш преображен и все только рады. На почнем перед днем белорусской письменности посереджения Национального архкомитета размыва по пытаниях приему и размещения гостей, организации гандлю и мерах безпеки, починающих от организации руху и громадской безпеки до работы медицинских бригад и функционования энергетичных коммуникаций. Особная тема – программа мероприемств, сервит запланованного, международное литературное свято, разностаенные тематичные подворки, реконструкция друкарни 16-го стагодия, где каждый, жадающий, сможет надруковать для себя сторонку Соскариновской Библии. При этом особливая увага звернута на доступность мероприемств для людей с обижаванными махчемыстями. В обугуле на День белорусской письменности у Рогачёвы плануют приехать представники аккредитованных в нашей краине дипломатичных миссий и у першиню на таким святи белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Бадай самый значный объект, який будет открытый в Рогачёве 4-го версия – одно или не дом книги. Теперь это будет не просто районная библиотека, а целый комплекс с высочной залой и книжной крамой. Даречь, зараз у городе ни одной книжной крамы нема. И в протяге литературной темы на Дне белорусской письменности у Рогачёве меркуется увести новую традицию – гости свята привезут сюда по одной тени какий книг, якие будут передадены у местовой библиотеки. Алисин Тюров, Валерин Гапанько, телераду компания «Гомель» за Рогачёва. Звыж 200 установ адукации и спорту «Гомель» а 1-го вересня готовы принять у своих стенах больше, как 77 с половой тысяч детей. Подрыхтолку до нового научного года оценили сёня на посаджении Гарвы Конкама. Настасья Кучинская расскажет больше подробязно. У середней школе номер 21 зараз свядутся опошние работы по доброму парадкованию территории. Усилом до нового научного года тут зарабили великий объём. Оснастили новой техникой блок харчаванья, драмонтовали холы и классы початковой школы. Набыли сучасные парты для учня. Усё основным за кошт спонсоров. И дякуюши до помозы батьков. Особливость этой школы у капитальном подыходе до справы. Я, когда приступаю к любому ремонту, я не хочу подмазывать, подкрашивать. Я хочу сделать класс новым, этаж новым. И хочу, чтобы это действительно было современно и на несколько лет вперёд. Поэтому мы во всём идём вперёд, не только в ремонт. Например, когда устанавливаем видеокамеры, то они у нас стоят на каждом этаже, а также есть выход на смартфон у меня. Если мы делаем пропускную систему, то мы тоже стараемся идти вперёд. Работу коллективу 21-й школы сё лета оценили, як одну злепших у городе. Подрыхтоку до нового научного года обмерковали на посяжении городских уладов. У целом больше 77 тысяч детей 1-го вересня плануют принять с выше 200 установок дукации в спорту Гомеля, у них которых зараз ещё проходят опошние работы. А лета 1-го вересня справятся усе. Каждый отдел образования, спорта и туризма, администрация района справился с поставленными задачами. Практически в каждом учреждении образования, учреждении спорта выполнен тот комплекс первостепенных работ, который влиял, в принципе, на получение паспорта готовности объекта к новому учебному году, ну и, конечно же, подготовку всего хозяйства к работе в осенне-зимнем периоде. С каждым годом прибавляется детского населения в городе Гомеле. Мы радуемся и в то же время спешим создать все необходимые условия как для дошколят, так и для первоклашек. И в этом году, по кооперативным данным, на 1700 школьников станет больше и на 630 дошколят. Поэтому наша задача была открыть дополнительные дошкольные группы, благодаря чему мы ликвидировали дефицит мест в Новобелецком районе. Настасья Кучинская, Максим Славин, телерадио «Компания Гомель». Так само на сегодняшнем поседжении Гарвы Конкама подвели попередние выники реализации у Гомеля державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная безпека». И она подшла денежать у этой пятигодцы и объеднала великий комплекс программ, которые ранее реализовывались по особку. Выники работы за 6 месяцев до этого года показали, что все планы, доведенные державой по программе «Ховы здоровья» у Гомеля выконываются. Повеличились народжальности, протяглость життя, снизилась эсмиротность. Шарах медицинских послуг стал больше доступным. Досягнение есть и по одним из самых актуальных для Гомеля показчиков снижение захворвания на туберкулез. Ты мне имеешь, проблема застаётся в острой. Город Гомель только за последние два года вышел из эпидемического порога, когда уровень заболеваемости у нас туберкулезом превышал более 30 заболевших на 100 тысяч населения. За последние три года снижаем данный показатель и в текущем году, вот за первое полугодие, он также снижен на 11% к уровню прошлого года. Если сравнить с другими областными центрами, мы всё-таки занимаем последнюю позицию. Субботние телефонные линии мясцовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаннями до намесника старшини гомельского Аблы Канкама Олега Михайловича Пачинка. Звонки принимаются по номеру телефонов Гомелей 75 12 37 с 9-ти гадзин ранецы и до 12-ти. У гэты счас на пытанні гомельчан откажен намесник старшини Гарвы Канкама Сергей Анатольевич Радзюк. Нумер телефона 75 18 54. Запущена найбуйнейшая в Беларуси сонечная электростанция. Проект реализованы Каля Брагина. Объем инвестиций 24 миллионы евро. Кожная година работы новой станции дозволить краине адмовица от 7 тысяч кубометра у природного газу. Сонечную электростанцию побудавали до Тармінова. Проект реализовали на 4 месяцы ранее запланованного. Спешаліся не выпадково, каб электростанция застала як мага більш летніх дзюн. Сонечный парк стал найбуйнейшим Украине прытым як по померах так і по магутності. Экономічный эффект, новая рабочая месцца і більштанная электроэнергія. Выработка электроэнергії в проделах 22 мегаватт это где-то 4 района будет обеспечивать полностью электроэнергію. Православные верніки сьогодні адзначалі преображення Господня альбо яблочный спас. Традиція свячаць яблокі і інші плады у хамельчан так пражалася, што гэтый ритуал сталі ладзіць не толькі у храмах. Про цях темы у наступному сюжеті. По православних канонах місьці з Господом були пророкі, древні пророкі ну, рідні праздник Спасовський і все, с праздником вас, здоров'я всім-вім ми жляємо, да, Степочка? Да. Мой внук, він тож всегда ходить с нами. А то, що дождь сьогодні, нас, наверное, тоже Бог благословляє. Да, да, да. Говорят, дождик всегда к добру. Сьогодні постный день, однак вернікам дозволяється уживаць уєжу рыбу і обов'язково треба поділіться освічаними дарами. Наталья Ігнатєнка, Вероніка Ворошіліна, Максим Славін, телерадуя компанія «Омель». І опошні. У понеделок 22-го жнівня глядзіці на телеканалі «Беларусь-стріч» арговые перадвыборные выступленьні кандидатов у депутаты Палаты Процтавніков Национального Сходу Республіки Беларусь шостого склікання. З 19.00 до 19.20 у ефірі выступлень кандидатов по Житковицкій акрузі номер 39. З 19.20 до 19.50 до выборщыка узвернуться кандидаты по Светлагорской акрузі номер 46. Нагадаем, выступлень не выйдуть у ефір на телеканалі «Беларусь-стрим». І на гэтым выпуск завершен. У студій працавала Наталья Ігнатєнка. Усяго вам добре. До нових зустріч у ефірі.